Осколки Осколки Композитор Айше Андер Маньки Сценарий Илды Стунч, Мурат Литфу, Митин Али Режиссер Джилдет Мирджан Одиннадцатая серия Обла Режиссер Джилдет Мирджан Оскол Я гнию в тюрьме в далекой Германии А ты тут по рукам пошла? Поднимайся Будь ты проклят, что ты несешь? Как ты смеешь так говорить? Я чиста перед людьми и богом Я не бросала своего ребенка нищенствовать И не уезжала в Германию, как ты Десять лет, десять лет И я сделала это не для тебя, а для себя самой Ты во всех газетах, как ты смеешь еще что-то говорить? Она попала во все газеты, опозорилась Возьми, посмотри на это, смотри внимательно, смотри Брат, не слушай ее, не верь ей Конечно же, она скажет, что она не виновата Замолчи! Рассказывай все Не прикасайся ко мне Ты до сих пор ей веришь, Оскан? Замолчи Ты только посмотри на нее Она еще имеет наглость врать Видите ли, ни с кем она не путается и не делала Исчезни отсюда Что? Мне надо с ней поговорить Куда ты там собиралась? Сходи в магазин или выпей кофе Я заплачу Оскан, ты с ума сошел? Иди Я тебе еще это припомню, идиот Альпер, выходи Выходи, я же говорю, он ушел Альпер Ты закрыла дверь, чтобы он не мог вернуться? Подонок Что ты делаешь? Ты мне изменил, Альпер Ты мне изменил С ума сошла Убирайся, или я сорву всю злость на тебе Ты мне противен, Альпер Герсирен Прошу тебя, прости Когда ты живешь вдалеке Так обычно и бывает Когда я увидел, что пишут в газетах У меня рассудок помутился Ты же не такая женщина, конечно Нет Зеленоглазая моя Я очень сильно соскучился по тебе Но я приехал, я здесь Улыбнись, пожалуйста Улыбнуться? Ты ждешь, я еще буду улыбаться? Где ты был 10 лет, Оскан? Где ты был 10 лет? Я все объясню, любимая Сначала успокойся Не прикасайся ко мне Почему ты не звонил? Почему ты не думал, как мы живем? Что мы едим? Почему ты не думал, как я могу рассчитаться за тебя по долгам? Любимая, я все объясню Выслушай меня 40 тысяч лир 40 тысяч лир Твои кредиторы не давали мне прохода Обивали мои пороги, угрожали мне Я выплатила долги за тебя Что я видела от тебя в жизни, кроме горя? Я лица своей дочери не видела Пахала день и ночь, чтобы выплатить твои долги Три года я работала на двух работах С утра до ночи Где ты был? Где ты был, Оскан? Я знаю, что ты многое вытерпела Но я все объясню Прошу Я не хочу тебя слушать Убирайся, убирайся из моей жизни Выслушай меня Я уехал в Германию не ради удовольствия Я уехал, чтобы защитить тебя и Хазал Мне угрожали Гюльсирен Сказали, что если я не выплачу долг То пострадаешь ты, наша дочь И что ты сделал? Свалил свои долги на Гюльсирен и скрылся? Клянусь Аллахом, ты меня не понимаешь Ты права, часть долга пришлось выплатить тебе Что значит часть долга? 40 тысяч лир Старыми деньгами, 40 миллиардов Что я должен был сделать, Гюльсирен? Если бы я сказал, что нас преследует мафия Ты бы сразу умерла от страха Они повесили на меня долг в 400 тысяч лир 400 тысяч лир долга Я тебя не понимаю, какая мафия? Какие 400 тысяч? Клянусь Аллахом, я тебя не понимаю Помнишь, мы открыли магазин с фуадом? А потом эти подонки меня подставили Не помнишь, сколько раз мне говорили Не доверять этому блюдку? Что он мутный, что с ним нельзя иметь дел Но пустая моя голова Я не послушал тебя А когда меня подставили, я не решался тебе сказать Что значит подставили? Как можно подставить человека на 400 тысяч лир? Можно, Гюльсирен Мы брали деньги у ростовщика Долгая история Они подделали мою подпись И когда началась эта заваруха, у меня не было выхода Я решил сбежать И? И? И что? Я как проклятый работал в Германии Знаешь, что я пережил? Ты мне говоришь, что работал на двух работах Я работал на целых трех работах Меня унижали Потому что я там был чужой Оскорбляли, обманывали Какой же ты лжец Клянусь Аллахом, какой же ты лжец Любимая, клянусь, это правда Ты ни разу не позвонил на Москан Тебе даже не было интересно, как мы живем Как это я не звонил, любимая? Всегда, когда я звонил, ты была на работе Я что, все десять лет была на работе? Ладно, я не звонил Но спроси, почему я не звонил? Потому что совесть Не позволяла позвонить тебе, любимая Но я отправлял деньги тебе и нашей дочке Может и немного, но я отправлял Я ни гроша не видела Что? Не видела Погоди Клянусь Аллахом, я отправлял тебе деньги, любимая Гульсирен А теперь, девочки, сушим Следует нарезать тонкими кусочками Конечно же, вы будете делать это правой рукой Так как дядя Рахмель левша Ну Только посмотрите на эту красоту Что такое? Как вы можете есть рыбу сырой, господин Рахмель? Это же суши, их так и едят Да, вот так Геляра, милая, мы полюбили Хазал Какая она милая девочка Она очень утонченная, воспитанная Мне она очень понравилась Но надо отдать должное Женщина, которую она считала своей матерью Очень хорошо воспитала ее Действительно Да, это так Она безумно на тебя похожа Но прости Джансу занимает особое место в моем сердце Она моя радость Мое солнышко Я никогда от нее не откажусь Да, Джансу, чудесный ребенок Почему вы ничего не едите дамы Или вам не нравится? Почему? Вот так Джансу будет без ума от суши Кстати, где она сейчас? Занимается у себя в комнате А вторая Опять сидит в интернете И болтает со своими подружками Ну да, другого она не умеет Прости меня, господи Добро пожаловать, господин Джихан Дилера Где она? Госпожи Дилера нет дома, господин Джихан Что опять случилось? Что ты на меня так смотришь? Раз уж отец не живет дома с детьми То пусть хоть дед будет рядом Ты знаешь, где Дилера? Тебе зачем? Если бы тебе это было интересно Сидел бы дома Папа, не зли меня Где Дилера? Добро пожаловать, папочка Доченька, ты знаешь, где твоя мама? Мама поехала ужинать с подругами из фонда Господи Спасибо Джихан Джихан, сынок Какая же ты никчемная девчонка Тебе какое дело? От тебя одни беды Обязательно надо было говорить, где она Но ведь папа спросил Тебе какое дело? Ты думаешь, я не знаю, где твоя мама? Дедушка, я ведь ничего плохого не сделала Какой я тебе дедушка? Аллах Всевышний В этом доме от тебя одни беды Покоя и счастья от тебя нет О, Всевышний Ну и реви, реви Ты другого и не умеешь Плакса Господи Любого с ума сведет Ох, Диляра Диляра Доченька, подними же трубку Подними трубку Господи Я купил тебе подарок Я ездил по работе в Прагу, там и купил Они называют это гарнет Тебе очень понравится Тебе будет к лицу Значит, твоя сестра тебе все рассказала Видишь, я купил это тебе Она рассказала тебе все, когда ты был за решеткой? За решеткой Клянусь, я ни в чем не виноват, Гульсирен Меня клеветали И как только выяснилось, что я не виновен, меня отпустили Разве немцы отпустили бы меня, если бы я был виноват? Ты до сих пор все тот же Оскан, который ищет проблемы на свою голову Сейчас речь не об этом, Гульсирен Хазал, наша дочь, и мы должны ее вернуть Завтра я пойду и заберу нашу дочь из этой семьи Заберу, чего бы мне это ни стоило И что ты дашь, Хазал? Как что? Конфеты, игрушки, а что? Она же дочь Ты сможешь вернуть ей годы, прожитые без тебя? Сможешь вернуть те ночи, когда она засыпала в слезах с вопросом, где мой папа? Сможешь ли ты вернуть ей детство, прожитое в нищете? Я делала все ради нашей дочери Я работала день и ночь, чтобы оплатить твои долги и не могла уделить ей времени Любимая, почему ты не понимаешь? Я же туда не ради удовольствия поехал Хазал выросла в нищете, вечно стыдилась всех И все потому, что ты не был ей отцом Я отправлял ей деньги? Конечно же, отправлял Скажу тебе кое-что Мне наплевать на то, что ты сделал мне Но я никогда не прощу тебе то, что ты сделал, Хазал Никогда Куда ты? Ты куда? Хожу Куда ты собралась, Кульсирен? Погоди Отойди Не зли меня И что ты сделаешь? Ударишь меня? Ну, что ты говоришь, зеленоглазая моя Я вернулся, теперь мы вместе Я подала на развод с тобой Ты не знал об этом? Ты подала на развод? Подала? Да, я хочу развестись с тобой Но ты не получил судебного уведомления Так как не знали твоего адреса проживания Напрасно ты подала этот иск Потому что я заслужил твоего прощения Мы начнем все сначала, любимая Не называй меня любимой Моя любовь к тебе прошла, когда Хазал исполнился один годик Вместо того, чтобы прийти домой на день рождения дочери Ты ушел со своим никчемным дружком Потом еще и свои долги на меня свалил Все кончено Для меня тебя не существует Я даже вспомнить не могу времена, когда мы были счастливы Любимая, ты говоришь сейчас так, потому что просто слишься Бери руки Ради Бога, Гюль Сирен Пусти меня Клянусь Аллахом, я сейчас выброшусь из окна Я и так уже с этапа горло всем этим Ладно, оставайся Я сам уйду Что ты говоришь? Ты во всем проваги, Сирен Я вернулся спустя 40 лет и пытаюсь оправдаться перед тобой Я принимаю все в штыки, давлю на тебя Я бы тоже не простил, будь я на твоем месте Оставайся, я сам уйду У меня нет права лишать тебя крыши над головой Я изменился, Гюль Сирен Клянусь, я изменился Я уже не тот Аскан, которым был Я вымолил у тебя прощение И я добьюсь твоей любви снова О, Аллах, как же я устала О, Аскан, добро пожаловать Спасибо, сестра Хатиджи Ты совсем не изменился Даже стал симпатичнее Проходи в дом Нет, спасибо, сестра у тебя Проходи в дом, выпьешь чаю Нет, спасибо, сестра Что такое? Пойдем О, Аскан, что случилось? Чего он так разозлился? Вывел сестру насладиться пейзажами Босфора? Ты зачем меня вытащил в такой мороз на улицу? Я ухожу Куда? Поживу пока у друга О, Аскан, не раздражай меня Поднимайся в дом Зачем я вытащила тебя сюда из Германии? Хватит ворчать Что же тебе такого сказала, Гюльцерен, что ты так поверил? Почему ты удираешь отсюда, поджав свой хвост? Что ты несешь? Куда я удираю? Ты же удираешь Она собрала вещи и говорит, что она уйдет из дома А ты не мог дать ей по шее и запереть дома О, Аскан, так мне тебя жаль Не все так просто, госпожа Кериман А что здесь трудного? Что я тебе говорила? Закрой дверь, запри ее в доме, вот и все Женщина, у вас в голове опилки вместо мозгов У тебя голова вообще работает? Я часами изворачивалась перед чужим человеком, чтобы вытащить тебя из-за решетки Я сделала это, чтобы Гюльцерен тебя отшила Не неси чушь, что ты будешь делать, если она уйдет из дома? Ради Аллаха, Аскан, лучше замолчи Признайся, что не можешь справиться с женой Сестра, ты на самом деле ничего не понимаешь Как мы вытянем деньги из этих людей? Думаешь, это возможно без согласия Гюльцерен? Как мы ее заставим подписать документы, что мы отдаем им девочку? Ты хочешь, чтобы я поднялся и сбил ее до полусмерти? А она потом пойдет в полицию и меня посадят за решетку Что будем делать? Будем терпеть это какое-то время Вместе будем терпеть Оскан, положение тяжелое Я все решу, нет проблем, только постепенно Как это нет проблем? Если ты на этот раз оступишься, мы потеряем дом Кстати, я ей сказал, что 10 лет назад меня поставил Фуат И из-за этого мне пришлось бежать в Германию Так и сказал? Ну ладно Обращайся с Гюльцерен хорошо Ой, ладно Если она уйдет из дома по твоей вине, я тебе шею сверну Пока, целую, сестра Дурак, звони мне иногда, чтобы не беспокоилась Все хорошо, все хорошо Почему ты плачешь? Все в порядке Но ты же плачешь Тебя кто-то обидел, да? Я сказала, все в порядке Я ударилась ногой об угол двери Теперь палец болит Я принесу лед, приложи, чтобы палец не опух Нет, спасибо Боль уже прошла Спасибо за беспокойство Дедушка делает суши на кухне Ты любишь суши? Тогда встретимся за ужином Ладно Вот дура, тебя только мне не хватало Джан Су, наверное, ревнует после того, как в дом переехала Хазал Нет, наоборот, они хорошо ладят И как ты додумалась до этого? Нет, просто я подумала, что Джан Су приревновала, поэтому не присоединилась к нам на приеме Потому что быть я на ее месте, я бы сильно приревновала Джан Су никогда не ревнует Она ангел Так и есть Дело было в другом Я немного поругала ее Она пропустила занятия конным спортом Господин Джихан, проходите, пожалуйста Здравствуйте, как вы? Госпожа Деляра, простите за беспокойство, но пришел господин Джихан Он ждет вас Джихан, что случилось? Немедленно возьми свою пальто и сумку, мы едем домой С чего ты взял? Ты имеешь право прийти сюда и поднять меня из-за стола? Иди и забери свою сумочку Забери свои вещи, мы уезжаем, надо поговорить О, Аллаха, причина? Деляра, делай то, что я говорю Джихан, мы вместе с подругами ужинаем, я не могу уйти Приедешь завтра домой, поговорим Что между тобой и Альберон? Что это значит? Что за дела ты с ним проворачиваешь? Ничего А что происходит? Я сейчас еду от него Я только что разбил ему лицо Он сказал мне, спросил своей жены Неужели ты меня ревнуешь? У меня еще была крупица уважения к тебе Но ее больше не осталось Мы еще с тобой встретимся И поговорим Поговорим Джихан Джихан, я прошу, выслушай меня Это не то, что ты думаешь Выслушай меня Тогда что это? Дело совсем в другом В чем же? Что означает фраза Иди и спроси у своей жены Что он имел в виду? Я тебя уничтожу Альбер, мой младший брат Что за чушь? Ничего другого ты придумать не могла? Джихан, это правда Альбер, мой брат О, Аллах Как это так? Альбер, твой брат? Я могу это доказать Да, именно эта фотография Это мэр Санкт-Петербурга Мэр приходил в свой ресторан? Да Тогда я был очень важным человеком Ему нравится турецкая кухня? Он был просто без ума от нее Как ты знаешь, Медведев, который второй человек в России И когда он приходил ко мне и говорил Брат Рахми, давай выпьем раке и поговорим Ты хочешь сказать, что Медведев называл тебя брат Рахми? Ну, может, я маленько преувеличил Но один раз он точно приходил И с ним было сорок телохранителей О чем вы говорите? Ладно, милая Вы занимайтесь, я телевизор посмотрю Хорошо? Я тебе потом дорасскажу Дедушка очень забавный Почему он меня не любит? Ну что за глупости, не говори так Конечно же он тебя любит Джан Су, ты сама видишь, как он со мной обращается Дедушка немного странный человек Он не может быстро привыкнуть к кому-либо Ты поймешь это, когда узнаешь его ближе Неси все, что ты хотела показать Что случилось, доченька? А ты останься здесь Что ты должна ему показать? Джан, сынок, почему ты в таком настроении? Не надо быть таким недовольным Отец, иди займись своими делами А еще лучше ничего не делай Добра от тебя не дождешься Не вмешивайся, я сам разберусь Да как ты смеешь так разговаривать со мной? Я твой отец Тоже у меня отец нашелся Папа, вы не оставите нас наедине? А что это за шкатулка такая? Папа, я прошу вас Ну так бы и сказали Ладно, не буду мешать Что такого? Это письма моего отца Которые он писал госпоже Берин У Альпера письма его матери Мы с ним обменялись письмами Решив, что так будет правильно Которые он писал господи На веки твой Асим Да, теперь ты знаешь У отца были отношения с госпожой Берин Ты считаешь этого достаточно, чтобы считать Альпера сыном твоего отца? Нет, это правда Она призналась мужу, что Альпер не его сын Послушай, что он пишет Когда я узнал о рождении Альпера Я проклял судьбу, которая нас разлучила Самой большой болью до конца жизни будет то, что мой сын будет называть отцом чужого человека Теперь ты удостоверился, что нам незачем ругаться? Тогда Объясни, почему твой отец не развелся, если был так сильно влюблен? Почему не развелся? Ты хотел бы, чтобы он нас бросил на произвол судьбы? А так, как получилось сейчас, это лучше? Этот засранец мне губу развил, как я пойду на работу? Значит, ты Горпенар, да? Что за бред? Это фамилия Джихана Я Сим Носим Углу Да, ты прав А твоя мать была очень романтичной женщиной А Сим Моя единственная любовь В Измире очень жарко, а у меня на душе тучи Когда я смотрю на нашего сына, вспоминаю тебя Хоть тебя нет рядом, ты любишь Альпера так же, как и своих родных дочерей Да мне плевать на него Он же не принял меня как сына Взял бы и стал моим опекуном Тогда я был бы наследником И не оказался бы над ней И не доказывал бы всем, кто я есть и что значу Ну, как там она? Гладит вещи в гостиной Обо мне что-нибудь говорила? Молчит, как рыба Надеюсь, ты на нее там не давишь? Да не давлю я на нее Будь моя воля, я бы давно ее задушила Но только ради тебя я ее терплю Только ради тебя Слышишь меня? Я буду завтра утром Хорошо, до встречи Оскан, уже все готово Иди к нам Давайте уже есть Приятного аппетита Ну что, ты надолго к нам? Обратно не собираешься? Пока не знаю Это зависит от того, как все сложится Ты еще не закончила? Я же говорила, что сама поглажу Но нет, тебе лишь бы упрямиться Посмотри, какая красота Вот что мой брат купил Сказка просто Посмотри на это, Гюльцерин Мне идет? Конечно, мне идет Это же все немецкое Настоящее качество Какая прелесть Великолепно Скажи прощай Несвежему хлебу на завтрак Оскан привез тостер Чего тут только нет Посмотри-ка Посмотри, шоколад немецкий Я чувствую себя королевой Я бы каждый день покупала шоколад Если бы жила там Попробуй, не хочу Попробуй, я же сказала, не хочу Он очень вкусный Да не хочу я Что ты на меня орешь? Посмотри А это Это он привез для Хазал Как бы там ни была Она его дочь Дочь, о которой он не вспоминал Десять лет Гюльцерин Смягчись немного Он же вернулся В конце концов Объяснил причину Почему его так долго не было Ну что ты упорствуешь Не стоит так себя вести Но Стоит отдать тебе должное Ты не дала себя вывести на чистую воду Что? Хорошо же ты ему лапши на уши повесила Я чиста перед богом и людьми Следи за своим языком, госпожа Кериман Зачем это? Разве это не правда? Разве не ты водишь шашни с этим человеком? Клянусь, я тебя сейчас так утюгом прижгу Я сыта по горло И ты лучше не доводи меня до греха Да, я не развелась и ни с кем не путаюсь И не из-за Ускана А из-за уважения к самой себе Конечно, ты не развелась Думаешь, так легко развестись? Очень легко Я подала на развод еще год назад Ускана для меня не существует Ты думаешь, Ускан так просто тебя отпустит? Что ты хочешь этим сказать? Гюльцерин, не будь такой категоричной Я хочу, чтобы вы с Усканом опять сошлись Главное Чтобы вы были счастливы Какое счастье? Для вас главное это деньги Я не знаю, что ты на самом деле сделала Но ты все-таки нашла деньги на залог для Ускана И все потому, что ты не смогла отхватить денег за Хазал Но я не позволю вам продать Хазал Ничего у вас не выйдет Не выйдет Посторонись Почаще повторяй, чтобы не забыть Надо следить за своей фигурой Следить Главное в жизни это фигура Да, ты права Я вспылил Но когда Альпер сказал Узнаешь все у жены Я расстроился И в голову полезли Разные дурацкие глупые мысли Извини Извиняю Однако у меня К тебе есть еще вопросы Каким образом Тебе стало известно, что Альпер твой брат? Через год после смерти отца Ты лично когда узнала об этом? Ты тогда был за границей Пришел Альпер Представился Показал письма Вот и все И что? Это все Но как об этом узнал Альпер? Перед смертью мать сказала мне Что я сын Асима Тадзиогле И отдала мне письма Почему ты не рассказывал мне об этом? Зачем от меня скрывал? Да тебе что-нибудь рассказать Это все равно, что на площадь выйти И еще бы пилила меня Чтобы я требовал долю Конечно Мы и возьмем то, что принадлежит нам по праву То есть и тебе долю подавай? Разве я не твоя жена? Джихан, ты что, меня допрашиваешь? Да я просто поверить не могу Скажи мне Ты финансово помогал Альберу? Ну да, мне пришлось это сделать Я была вынуждена Он сказал, что подаст на меня в суд И докажет, что мой брат Это же такой позор Моя мама этого не вынесла бы никогда Твоя мага ничего не знает? Конечно же нет А старшая сестра? Сестра знает Мы приняли это решение сообща Хорошо, какой суммой ты помогала Альберу? Я купила дом, в котором он живет Что? Значит, ты мне солгала Мол, сделаем добро А на самом деле купили дом Альберу Ты понимаешь, каково мне сейчас? Представляешь или нет? Ради бога, Джихан Причем тут это? Ладно Сейчас не об этом Почему ты скрывала, что Альберт твой брат? Зачем? Потому что тебя это не касается То есть как? Не касается Ты же сама говорила, что для тебя самое главное это семья Разве не так? Неужели все ради денег? Отвечай Почему ты скрыла от меня? Он мой незаконорожденный брат Ну и что? Какая разница? Ты могла честно все рассказать? Разве не так? Я не могла тебе это сказать Прошу тебя, Диляра Это очень важно Почему ты скрывала, что Альберт твой брат? Ради чего ты умоляла, чтобы я взял его в партнера Заставляла отдать ему часть акций Купила ему дом Ответь мне Джихан Ты преувеличиваешь Значит преувеличиваю Вот эту фотографию Альберт отдал журналисту Из чего можно сделать вывод, что заказчик этой грязной статьи твой брат? Эту фотографию отдал газетчику Альберт? Именно он Но зачем он это сделал? Откуда я знаю? Он же твой брат, вот и спроси у него Скажи, почему ты все держишь в тайне? Я не могла сказать Почему? Ты думаешь, я бы изменил к тебе отношения, если бы я узнал, что он твой брат? Пусть незаконорожденный Я бы сделал все, чтобы помочь вам Я не могла сказать тебе об этом, Джихан Потому что он стал бы настаивать, чтобы я отдала ему его долю Ты захочешь, чтобы я разделила наследство еще и с братом? Но он даже мне не родной Мы опять вернулись к нашим баранам Знаешь, ты меня уже ничем не удивишь Тебе ведь жаль денег, правильно? Ты хочешь и наследство, и много денег Благодаря тебе он стал партнером по бизнесу А ты ему еще и дом купила Обманщица Ты все слишком упрощаешь Не надо усложнять Все очень просто Ты из тех женщин, которые ради богатства Готовы обманывать своего мужа Ты меня уже ничем не удивишь Браво Я потрясен Не говори глупостей Ради денег Джихан, я прошу тебя Джихан 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 Девушки отдыхают Как ты посмел это сделать? Уживай, все узнаешь. Уживай, все узнаешь. А как же завтрак? Позавтракаю, когда вернусь. Будь по-твоему. Удачи тебе. О, Всевышний, куда же она собралась в такую рань? Кто там приперся так рано? Солмаз, нам в дверь звонят. Слышу. Ну так иди открой. Сам открой. Солмаз, я тебе говорю, иди открой. И скажи, что вы проваливали на все четыре стороны. Альпер. Я тебе сказал, открой дверь. Ты только спать и умеешь. Позови Альпера, мне надо с ним поговорить. Диляра, в чем проблема? Альпер, спускайся вниз. Диляра, что происходит? Что за спешка в такую рань? Альпер. Да кто там разорался в такую рань, как будто его на кол посадили? В чем дело? Что тебя ночью муж из дома выгнал? Это ты инициатор той статьи? Это ты передал журналисту то фото? Какой ужас. Это желтая пресса. Такая продажная. Представляешь? Какой же ты мерзкий человек. Какой же ты противный. Такой же, как и ты. В наших жилах одна кровь. Не смей меня больше беспокоить. Не будь ты моей старшей сестрой, ты бы очень пожалела. Чего ты добиваешься? Чего ты в итоге добился? Я на самом деле хочу знать, зачем ты это сделал? За тем, что я тебя ненавижу. Что? Да, тебя и твоего высокомерного мужа. Твою успешную жизнь и твою счастливую семейку. Всех вас. Что я тебе такого сделала, что ты меня ненавидишь? Что сделала? Да ты унижаешь меня при любой возможности. Относишься ко мне, как к букашке. А твое высокомерие меня просто бесит. Прости уж. Неблагодарный. Я все для тебя сделала. Даже этот дом я купила. Этот дом. Дом. Ты сделала из меня попрошайку. Неблагодарный. Я не могу поверить. Успокойтесь, Опа, пожалуйста. А ты, Альпер, не поречушь. Я сделаю вам кофе. А ты вообще помалкивай. Тебя никто не спрашивает. Она покупала мне дом. Особняк. Весь ваш бизнес. Все состояние. Я на все это имею право. Вот какой ты ненасытный. На тебя похож. Альпер, достаточно. Ты не имеешь права так разговаривать со мной. Да что ты. Ты сделала все, чтобы лишить меня наследства. Кинула собаке кость, чтобы она не гавкала. Не надо было мне соглашаться. Но я передумал. Передумал. Не надо было соглашаться. Но раз уж ты принял решение, ты должен будешь молчать. Я был вынужден молчать. У меня не было другого выхода, и ты воспользовалась мной. Но все кончено, Диляра. Хорошо. И что ты собираешься делать? Ты лучше спроси, чего я хочу. Ладно. Чего ты хочешь? Вот сразу бы так. Я хочу все. Я хочу получить свою законную часть наследства. Ты потеряешь даже то, что у тебя теперь есть. Каким же образом? Альбер, это конец. Отныне я не дам тебе ни гроша. Тогда встретимся в суде, Диляра. Тебя никто не держит. Делай все, что хочешь. Только подумай, хорошо? Я уже вижу заголовки газет. Внимание, шок, сенсация. Светская львица Диляра Герпенар бегает по всем судам, чтобы лишить наследства своего единственного брата. Классно? Альбер, перестань. Я пойду на все телевизионные каналы. Я вынесу весь ссор из избы. Так ты это все уже и сделал. Я и так уже опозорена. От всего этого больше всего пострадаешь ты. С чего ты это взяла? Я вообще жертва. А знаешь, что я тебе посоветую, Альбер? Позвони своему адвокату, и пусть он готовит иск. И работу себе подыщи. Суд затянется лет на десять. Думаю, тебе надо подумать, на что ты будешь жить все это время. Подумай. Диляра, у него не все в порядке с головой. Не воспринимай его слова всерьез. Не пойдет он ни в какой суд. Диляра, выслушай. Диляра, он не пойдет в суд. Пусть идет. Пусть идет куда хочет, раз он так хочет справедливости. Это самый верный выход. Диляра. Диляра. Что же ты натворил? Что же ты натворил? Что же ты натворил, идиот? Нам конец, нас уничтожат. Не говори ерунды. Ничего она не сделает. Это блед. Она очень боится суда. Конечно, боится. Я прав и получу все. Ничего ты не получишь, Альбер. Когда ты пойдешь в суд, она тебя встретит с армией адвокатов. Ты настоящий идиот. Спасибо, Эмине. Папа. Доча. Вы еще не начинали? Так я тебя жду. Великолепно. Я очень сильно проголодалась. Госпожа Эмине, сделайте мне омлет, пожалуйста, из двух яиц, и пусть будет не только белок. Взбейте вместе с желтками и добавьте растительного масла. Слушаюсь. Я вижу, у тебя не только проснулся аппетит, моя улыбка появилась. А где ты была? Не важно. Я ходила преподать урок одному человеку, и мне пошло на пользу. Надеюсь, справедливый урок. Так ты расскажешь отцу или нет? Я сначала поем. Ну, хотя бы скажи, к кому. К Гюльсерен, да? К этой женщине? Нет, не к ней. Ею я займусь позже и более детально. Я ходила преподать урок Альперу. Теперь он знает, что со мной лучше не тягаться. Я забыла у вас спросить. Вы привезли мужа Гюльсерен? Куда бы он от меня делся? И во сколько это обошлось? Во сколько обошлось? Гонорар адвокату, залог, деньги на дорогу. В общем, 35 тысяч. Хотя, ведьма Кериман просила у меня 50. Ох, и жадюга. Омерзительная женщина. Не обращай внимания. Пока она нам полезна. Так что у вас там за проблема с Альпером? Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Доброе утро. Ты выспался? Может, хочешь омлет, госпожа Эмина? Слушаю. Ладно, давайте омлет. Она давно проснулась. Ты вчера вечером с ней говорила? Поговорила, но лучше бы я этого не делала. А что такое? А как ты думаешь, уперлась, что подаст на тебя в суд? Говорит, что разведется. Только это и повторяет, как попугай. Уже слушать не могу ее. Она это давно уже заладила. Не обращай внимания. Вы завтракали? Нет еще. Задержи ее ненадолго, я скоро приду. Ну ладно, я кладу трубку, она идет. Гульсерен, ты белье развесила? Когда все высохнет, я все сниму и поглажу. Никогда добра не понимала. Сейчас прямо, а потом поверни направо, брат Бахтияр. Где? Здесь поворачивать? Да, здесь направо. Гульсерен, присаживайся, я сейчас принесу яйца. Нет, спасибо, я пойду. Ты присядь, позавтракаем. Я тороплюсь на работу, не буду завтракать. Я не позволю тебе идти голодной на работу. Не позволю. Да что ты делаешь, с ума сошла? Позавтракай со мной. Пусти. Пустоголовый, Оскан. Он еще хотел прийти и застать жену дома. Идиот. Идиот. Безмозглый. Единственная моя, добро пожаловать. Как же я рада тебя видеть. Я так соскучилась по тебе, и вот решила заехать перед учебой, чтобы повидаться. И правильно. Я так к тебе привыкла, Джонсу. Я тоже. Мы с тобой так хорошо отдохнули. Очень хорошо. Как же мне было приятно расчесывать твои шелковистые волосы. Ты же опоздаешь на учебу. Поехали со мной. Я отвезу тебя, а оттуда поеду на учебу. Нет, я сама доберусь. Не надо. Ну что ты говоришь? Заодно и пообщаемся по дороге. Бог мой. Кто это? Гальцарян. 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 Я уже получила фотографии и отправила тебе. Ты их получила? Они такие классные. На одной ты так мило улыбаешься. Я тебе сейчас покажу. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Что ты говорила Джонсу? Я тебе отправила фотографии, которые мы сделали в Картепе. Ты их смотрела? Нет, я только купила телефон. Дай я покажу тебе, как с ним разобраться. С тобой что-то не так? Нет, просто знакомого увидела. Загрузим тебе ватсап и будем общаться, когда у тебя будет время. Хорошо. Ты уверен, что это была девочка? Это не был Джихан Гюрпенар. Да что ты говоришь? По-твоему, я не могу отличить взрослого мужика от маленькой девочки? Что ты на меня орешь? У меня и так голова не работает. Это была моя родная дочь. Но я даже не смог разглядеть лица. У тебя есть ее фотография? Что? Фотка есть. Чья? У тебя есть фотография тетушки Ходжан. Да чем ты меня слушаешь вообще? У тебя есть фотография моей дочери? Что ты на меня так орешь? Нет у меня никакой фотографии. Угульсерен есть. Тут даже интернета нет. Вот видишь. Ее Джан Су, да, зовут? Да. Джан Су. Ты куда пошел? Ну, конечно. Конечно. Пусть Кериман покупает продукты, готовит вам завтрак, но никто не спросит, откуда на это деньги взялись. Никто не спросит. Здравствуйте. Здравствуйте. А это место свободно? Свободно, брат. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Я был очень удивлен, когда ты предложила вместе позавтракать. Почему? Как почему? Когда я звоню тебе, ты не отвечаешь на звонки и вдруг проявляешь инициативу. Это странно. У тебя все хорошо? Все хорошо. Ты такая бледная. Как ты себя чувствуешь? Со мной все в порядке. Тебе не понравилось блюдо? Я ем. Юсерин. Джансу моя дочь. Хазал тоже моя дочь. Вроде у меня двое детей, но у меня их нет. Знаешь, я давно хотел поговорить с тобой о Хазал. Что-то случилось? Нет, нет, все в порядке. Я знаю, что ты не любишь подобные темы, но я недоволен тем, что Джансу ходит в одну школу, а Хазал в другую. Они обе наши дочки. И я хочу, чтобы у них были одинаковые условия. У Хазал и так новая жизнь. Конечно, пусть и школу поменяет. Хорошо. Юсерин, что с тобой? Я на работу опаздываю. Мне надо идти. Я позвоню тебе потом. Встретимся и поговорим. Насчет учебы. Потом. Юсерин. Юсерин. Я же вижу, что что-то случилось. Скажи мне. Ничего не случилось. Все в порядке. Милая моя, единственная красавица моя, доченька. Кто это? Моя дочь. Какая же у тебя милая дочка. Спасибо. Сколько ей лет? Пятнадцать. Посмотри на это. А знаешь, кто это? Кто это? Это тоже моя дочь. Это длинная история. Я тебе как-нибудь расскажу. Хорошо. Заставь список поставщиков и отнеси ко мне в кабинет. Ладно. Джохан. Здравствуй, Денис. Здравствуйте. Ко мне должен прийти человек из министерства. Совершу. Не смейся. Мне бы никогда не пришло в голову, что Альпир брат Диляры. Я сам удивлен. Но вот что странно. Зачем она это скрывала? Неужели из-за того, что ты должен был поделиться наследством с Альпиром? Но ведь это правильно. Кофе? Два кофе. Если ты справедливый человек, это же не повод, чтобы скрывать. Вот теперь ты понимаешь, почему я хочу развестись с Дилярами? Ни я, ни семья ее не интересуют. Единственная ее забота это бизнес. И она ни с кем не хочет его делить. Нет, ты можешь себе представить, что она скрывала от меня? От меня, законного мужа, что у нее есть брат. А из-за чего? Чтобы не делить имущество. Вот скажи мне, как мы можем его выкинуть из бизнеса? Если мы увеличим уставной капитал, и он не найдет двух миллионов долларов. Он найдет их? Откуда? Это исключено. В таком случае количество его акций упадет до одного процента, и мы скажем ему до свидания, Альпир. Вот и славно. Благодарю. Тебя что-то еще беспокоит? Что случилось? С Гюльсерен что-то не так. Что именно? У нее явно что-то неладное. Но она ничего не говорит, скрывает свои проблемы. Но я вижу, я чувствую, что у нее что-то происходит. Но не хочу давить на нее или торопиться. А вдруг я ошибаюсь? Гюльсерен, к вам муж пришел. Кто? Твой муж, он ждет тебя за твоим столом. Хорошо, я сейчас подойду. Господи, зачем же он пришел? Как мне избавиться от этого человека? За три дня и две ночи двести евро? Да за это даже билет не купишь. Как так? Мы заранее бронируем. Любимая, как ты милая. Зачем ты пришел? Взгляни, я тебе орхидею купил. Их нужно держать в тени и поливать раз в два дня. Что ты здесь делаешь? Пришел повидать тебя. Вечером заеду за тобой и поедем на ужин. Будь готова, зеленоглазый. Уходи, Оскан. Закажи нам кофе, посидим, выпьем. Что ты делаешь? Я на работе. Да, я знаю, красотуля. Уходи. А мне тут нравится. Ну и чем ты тут занимаешься? Клиентов обслуживаешь? Привет, Сиэн. Меня зовут Оскан. Между прочим, я был за границей, жил в Кельне. Пожалуйста, уйди. Куда ты, милая? Куда это ты в рабочее время? Кольцарян? Кольцарян, постой. Кольцарян? Перестань меня преследовать. Я купил тебе цветы, пришел к тебе на работу, потому что соскучился. Я же твой муж. Ты мне не муж. С этим покончено много лет назад. Я вернулся, и теперь я совсем другой. Давай опять будем вместе жить. Давай вернем нашу дочь. Заберем Хазал. Я ведь столько лет ее растил. Я растила, она моя дочь. Ты растила Хазал? Не надо. Хазал наша дочь, и никого другого я не знаю. Отстань от меня. Кольцарян, милая, все будет так, как ты захочешь, клянусь. Давай снова жить вместе, ты и я, и Хазал. Я куплю новый дом, новую мебель, и вы будете жить как королевы в нем. Как королевы настоящие. Что ты мне сказки рассказываешь? Думаешь, я не знаю, зачем ты приехал? Мы будем жить как королевы? Будем жить вместе с дочерью? Ты думаешь, я не догадываюсь о твоих планах? Убирайся из моей жизни и отправляйся туда, откуда приехал. Убирайся. Зачем ты так говоришь, любимая? Я хочу, чтобы ты знала. Я безумно люблю вас. Я не знаю, кто и как вытащил тебя из тюрьмы, но я не дам вам продать Хазал. Денег вы не получите. Запомни это. Зеленоглазая моя красавица. Думаешь, что хочешь, но я добьюсь у тебя прощения. Я смогу. Я с тобой и пяти минут не могу находиться рядом. Чего ты хочешь? Я хочу, как в старые добрые времена. Гюльсирен, вспомни их. Разве мы не любили друг друга? Вспомни это время. Нет, не любили. Это я любила тебя. Безумно любила, вопреки воле моего отца. Я даже вспоминать не хочу прошлое. Все, хватит. Довольно, Оскан, уйди из моей жизни. Я же сказал, что я изменился. Я теперь другой Оскан. Если ты изменился, то почему кричишь, как всегда? Красавица моя. Да разве я кричу? Я безумно тебя люблю. Я не могу молчать. А ты не люби. Не нужна мне твоя любовь. Запомни, ты моя навеки. Слышишь? Слышишь меня? Я никому не принадлежу. Никому. Это мы еще посмотрим. Вы идете со мной? Я не могу. У нас еще математика. А мне мама ноги переломает. Шейда, ты такая трусиха. А ты куда пойдешь? Конечно, не в Дергблю. Это кафе моего отца. За тобой же вроде должен приехать водитель. Что будешь делать? Я до этого сто раз могу вернуться. Поехали со мной? Ну, поехали со мной в шанташи. Девочки, ну прогуляемся. Угощу всех ланчем. Нет. Ладно, сидите здесь на этих скучных уроках, а я пошла. Хазал, ты очень сильно запустила учебу. Очень. И что? Меня выгонят из школы? Я пошла. Хазал. Ничего себе. Как же ты выросла, доченька. Хазал. Узнаешь меня? Я твой отец Аскан. Доченька, ну скажи хоть что-нибудь. Ты так выросла. Уже взрослая девушка. Позволь, я тебя обниму. Доченька, я пришел забрать тебя. Поедем домой. Хазал. Нет. Да что, стой. Хазал. Такси. Да ты что? Такси. Хазал. Такси. Постой. Гони быстрее. Вот осел. Только напугал девчонку. Идиот. Рахми, дружище ты, все еще красавчик. Конечно же, уже седой красавчик, но есть еще порох в пороховницах. Какой у тебя чарующий взгляд. Самого в себя не сглазить. Дедуля, что за шикарный наряд? Ты куда собрался? Ну как я? Симпатяга. Пойдем прогуляемся вместе со мной. Не хочу отставать от жизни, знаешь ли. Спасибо, не хочу. Тебя кто воспитал, отец или мать? Я в твоем возрасте с тремя девушками встречался. Дедуля, я и с одной кое-как справляюсь. Ну так пойдем, я тебе кое-что расскажу. Я обещал друзьям сходить в спортзал. Ладно, иди, занимайся спортом. Дедушка, по делам пошел? По делам? Я, признаться, в личную малость староват ходить. Ладно. И как он такой вырос? Такой нудный, к тому же домосед. Да, так дела дальше не пойдут. Мустафа! Мустафа! Срочно поймай для меня такси. Да, господин Рахмин. О, ты почему так рано вернулась? Эй, ты меня слышишь? Опять какой-то пакость натворила, наверное. Казал, что такое? Казал, что случилось? Почему ты плачешь? Кто тебя обидел? Вы ведь не хотите, чтобы я жила в этом доме? Вы ведь меня отошлете ведь так? Отправите меня назад в трущобы. Но я не хочу туда возвращаться. Я хочу жить в этом доме с вами. Я хочу быть твоей сестрой. Я же твоя родная сестра. Почему ты так меня ненавидишь? С чего ты это взяла? У меня нет к тебе ненависти. Ненавидишь? Ты даже на меня не смотришь. Не говори ерунды. Успокойся. Никто в этом доме не испытывает к тебе ненависти. Это действительно так? Не на всегда. Конечно. Пожалуйста, полюбите меня. Не надо меня ненавидеть. Не плачь. Прошу тебя. Иду. Вальсерен? Что у тебя зовут? Оскан вернулся. Что? Проходи в дом. Выпьем чаю. Придешь в себя. Сыркан, сынок, иди делать уроки. Ну, мама. Иди, я сказала. Ты уже взрослый мальчик. Нельзя слушать чужие разговоры. Иди, сынок. Хорошо. Подруга, милая. Почему ты вчера не пришла? Надо было сразу сюда приходить. Находиться с Осканом под одной крышей. Он не ночевал дома. Уже лучше? Но это временно. Он ночью ушел, но уже утром стоял на пороге. В это время Джансу приехала за мной. А он бежал за нами, преследовал машину. Мало этого, так он еще и на работу ко мне пришел с цветком. И кричит на весь офис. Она моя жена. Все смотрели на нас. Не так давно моя фотография была в газетах. Вот как мне на глаза людям показываться. И так сплетни обо мне. Меня скоро точно с работы уволят. Я уже не могу больше. Успокойся, Глиссирен. Успокойся, подруга. Он кричит, что мы будем вместе. Говорит, я принадлежу ему. Опозорил меня перед всеми. О, боже, почему я так страдаю из-за этого человека? Неужели я не обрету покоя? Успокойся, Глиссирен. Присядь. О, боже. Возьми это. Ну и где она? Она не придет домой раньше полуночи. Она что, встречается с этим уродом? О, Всевышний, даруй мне терпение. Забудь ты про Глиссирен. Эту проблему мы решим потом. Нам надо поговорить о Хазал. Сколько мы запросим за нее денег? Ты забыл, что я заложила дом? Скоро нужно вносить оплату. Время идет. У меня другие планы. Я заберу Хазал обратно. Что? А что сказал господин Джихан, когда узнал, что Оскан вернулся? Я не смогла ему сказать. Почему? Как я могу сказать? Неизвестно, чем дело закончится. Лучше расскажи ему. Я понимаю, что надо рассказать, но я не смогла. Неужели ты не знаешь, что за человек, Оскан? На этот раз Джихан забеспокоится не на шутку. И будет прав. Оскан, ведь это ходячая проблема. Он только что вышел из тюрьмы. Думаешь, Джихан, зная об этом, будет пускать девочек в наш дом? Он тогда скажет мне, давай я сниму тебе дом, чтобы ты могла встречаться с дочками. И кем я тогда буду являться? Разве я такая женщина? Я не такая. Ты ведь это знаешь. Гульсирен, ты не перестаешь меня удивлять. Что за глупости лезут тебе в голову? Человек просто хочет тебе помочь. Отнесись к этому правильно. В конце концов, он делает это для своих дочерей. Что в этом плохого? Ничего в этом плохого нет. Даже если он делает это ради своих дочерей, я тут ни при чем. Я ни гроша от него не возьму. Даже если он просто хочет мне помочь. Я не могу себе позволить, чтобы он меня содержал. Я тебя понимаю и уважаю твою позицию. Но это особенный случай. Ведь ты же это тоже понимаешь. Что значит особенный случай? Разве это возможно? Джихан Гарпенар снимает жилье своей знакомой. Что я людям скажу? А как Джихан сможет это объяснить? Пойми, это невозможно. Ну что я могу на это сказать? Оскан, ты что? По дороге домой свой мозг потерял? Как это вернуть, Хазал, обратно? Что ты несешь? Как это понимать? Мы приняли решение, что они дадут нам денег. Хазал останется у них. А ты запрешь Гельсерен дома, чтобы она и носа на улицу высунуть не могла. Неужели ты забыл об этом? Во мне проснулись отцовские чувства. Чувства проснулись? Я знаю, как это будет. Все твои чувства улетучатся, когда ты почувствуешь вкус и запах денег. Прости меня, господи. Ничего они не получат. Как только Гельсерен и Хазал вернутся, мы будем снова жить вместе в этом доме. Ты совсем с ума сошел? Они забрали Хазал. Думаешь, они ее вернут тебе, осел? Я думаю, что вернут. По крайней мере, родную дочь они мне точно вернут. Вернут? Как же ты собираешься забрать ее у них? Если что, буду судиться. О, Боже, сохрани мне мой разум. Какой еще разум? Очень смешно. Идиот. У меня уже не голова, а бомба. Я боюсь, что Джонсу очень разочаруется. Подумает, неужели это мой отец? Все время в проблемах. Жулик еще только что вышел из тюрьмы. Не хочу тебя расстраивать, но когда-нибудь она все равно о нем узнает. Ты не сможешь ей помешать. Оскан все равно не отстанет от тебя. Поэтому вам надо сесть и поговорить. С Осканом? Да. С ним невозможно разговаривать. Он только и твердит, что я его. Мне надо снять жилье. Надо снять как можно скорее. Гюльсерен, тетушка Хайре сдает квартиру в доме напротив. Серьезно? Да. Она переезжает в Беликбузу. Они купили там новый дом. Если хочешь, можем посмотреть. Идем прямо сейчас. А у тебя есть деньги? Я завтра попрошу аванс. Если, конечно, меня не уволят. Да кто тебя уволит? Не надо думать о плохом. Соркан, сынок, я скоро вернусь. Через полчаса. На втором этаже этого здания. Очень хорошо. Идем внутрь. Доброй ночи, тетушка Хаири. Доброй ночи. Это Гюльсерен. Она мне как родная сестра. Я привела ее квартиру посмотреть. Очень хорошо. Проходите, пожалуйста. Мираль. Слушаю, господин Джихан. Мираль. Завтра все смогут прийти на собрание. Господин Реза не сможет участвовать. С господином Реза я все решил, так что там никаких вопросов. Отлично. Итак, друзья, если нет вопросов, то можете возвращаться к работе. У нас очень много дел. Пожалуйста. Скажи, а Альпер не знает о завтрашнем собрании директоров? Нет, не знает. Но ему ведь могут сообщить. Ну и что? Пусть приходит. Ну, в общем, ты прав. Она тебе не звонила? Гюльсерен? Нет. Как я уже и говорил, я чувствую, что что-то не так. Но не хочу торопить события. Может, тебе самому стоит позвонить? Позвони ей. Конечно, я не хочу вмешиваться в твои личные дела. Ладно, до завтра. Ладно. Честно, Дырья, это только из-за уважения к тебе. Ты ведь знаешь, здесь арендная плата намного выше. Гюльсерен очень хорошая девушка. Но раз уж ты пришла... Какую-то часть вещей я оставлю. А что останется? Холодильник, электроплита. Да, в новом доме это все есть. Это просто замечательно. Ты говорила, у тебя нет холодильника. Да, да. А когда вы сможете освободить квартиру? Да, Бог в субботу. Вы сможете сразу переехать, как только решите вопрос с деньгами. Хорошо. Тогда мы пойдем? Пойдем? Поздравляю. Приятного новоселья. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Квартира отличная. Поздравляю тебя. Неужели тебе не понравилось? Квартира, конечно, старая и комфортная, ее не назовешь. Она мне очень понравилась. Ты думаешь, я тянусь за комфортом? Ладно, пошли. Нет, я пойду домой. Домой? А вдруг Оскан дома? Что ты будешь делать? Он сказал, что не придет. И ты ему поверила? А вдруг он придет среди ночи? У него ведь есть ключи. Что ты каркаешь, дырья? Я тогда его убью. Да, ты можешь. Ты только посмотри на меня. Я осталась на улице. Что за глупости? Ты ведь сняла квартиру. Возьмешь завтра аванс и внесешь арендную плату. Пока будешь переезжать, поживешь пока у меня. Пошли. Нет, спасибо. Я пойду домой. Прошу тебя, не делай глупостей. Никуда я тебя не отпущу. Пойдем. Там, в квартире, господин Джихан звонил? Да. Почему ты не ответила? Пойду, проведаю сына. Алло. Алло. Здравствуй, Глюссирен. Прости, я была у дырья, не могла ответить. Как ты? У тебя все хорошо? Все в порядке. А может быть, ты хочешь мне что-то сказать, Глюссирен? Глюссирен? Глюссирен, ты слышишь меня? Прошу тебя, ответь мне. Пожалуйста. Мы могли бы встретиться завтра после работы. Ты можешь сейчас мне ответить, чтобы я не беспокоился? Нет, я сейчас у дырья ищу. И я не могу выйти для встречи с тобой. Хорошо, тогда я завтра заеду за тобой после работы. Договорились? Нет, в этом нет необходимости. Хорошо, как скажешь. До встречи. Пока. Спокойной ночи. Может, все-таки стоит сейчас пойти? Нет, завтра получу аванс, сниму квартиру и только после этого пойду. Тебе виднее. Госпожа Эмине, в последнее время у нас в рационе очень мало овощей. Это господин Рахми просит больше мясных блюд. Тогда делаем так. Идем на компромисс. Иногда готовьте отцу мясные блюда, но акцент больше делайте на овощи. Хорошо. Ладно. Мама. Хочу тебе кое-что сказать. Говори. Сегодня Хазал прибежала домой, вся заплаканная. Меня это встревожило. Может, поговоришь с ней? Да, конечно, я сейчас зайду к ней. Телячий рогой. Хазал. Мама. Ты в порядке? В порядке. Ты пришла сегодня рано и была вся в слезах. Что случилось? Хазал, милая, расскажи, кто тебя обидел? Кто-то тебе что-то сказал? Сегодня в школу приходил Ускан. Кто такой Ускан? Это мой отец. То есть человек, которого я считала своим отцом. И? И? Он сказал, пойдем домой. Мама, он хочет забрать меня от вас. Прошу, не отдавайте ему меня. Нет, нет, это невозможно. Я никому тебя не отдам. Как ты могла такое подумать? Ты можешь мне доверять. Я тебя никому не отдам. Хорошо? Что? КОНЕЦ Моя оставка Мира Я хочу выпить салаз Папа, поднимите трубку Папа, поднимите трубку У тебя все хорошо? Да Но ты сама на себя не похожа Нет, со мной все в порядке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Войдите Папа? Да, доча, заходи Я принесла вам кофе О, это в самый раз Это то, что мне сейчас нужно Папа, что с вами произошло? Лучше не спрашивай Я вчера креветок лопал То ли они не свежие, то ли черт знает что Давайте я вызову врача Или отвезу вас в больницу Не, не нужно У меня вроде все уже прошло Лекарство принял, в общем, скоро буду как огурчик Вы, кажется, поздно вчера пришли вечером Да, с друзьями засиделись Ясно Слушай, а ты какая-то озадаченная Мне как-то не по себе, папа Рассказывай Оскан проследил за Хазан Преградил ей дорогу и сказал, что заберет ее Тот Ускан, которого мы освободили из тюрьмы? Ну... Озан сказал, что она вчера домой прибежала вся в слезах Я отправилась к ней и поговорила Увидев ее в таком состоянии, мне тоже стало нехорошо Она просит, чтобы мы ее не отдавали И боится, что он ее заберет Нет, не человек, а какой-то мерзавец Сделали добро, так он еще и на шею собрался сесть Алло Господин Рахми Как приятно вас слышать Как вы поживаете, господин Рахми? Твой брат уже прилетел? Да, он тут, благодаря вам Спасибо вам большое Да воздаст вам Бог, господин Рахми, за вашу заботу Спасибо, господин Рахми У меня к вам есть одна просьба Может, вы поможете моему брату и найдете ему работу? Ведь у вас очень много друзей И для вас это не составит особого труда Заодно большое дело сделаете, господин Рахми Кериман, зачем ты так долго болтаешь? Дай трубку брату А он сейчас спит Я скажу, как проснется Ты с кем там? Ну так разбуди его Но он вчера поздно пришел, да еще прос... Я говорю, разбуди его Алло, Рахми Это ты? Да, вы кто? Я Рахми Герпинар, сестра знает У Флит Канделен на углу есть кафе Через полчаса я буду тебя там ждать Зачем? Поторопись, у меня мало времени Да кто вы такой, чтобы приказывать мне? Я человек, который вытащил тебя из тюрьмы Поторопись Поговорить надо Мне не о чем с вами разговаривать Что? Я никуда не пойду Почему? Мне некогда с вами разговаривать, ясно? Положил трубку еще и нагрубил Представляешь? Оскан, будь ты проклят Ты что, трубку-то бросил? А не, зачем со мной разговаривать, как с псом? Божье наказание, идиот Вот ты, идиот Что ж ты натворил, идиот? Ты идиот Идиот Умственно отсталый Не стал говорить с таким человеком Больной А я сама виновата Надо было ничего не делать, чтобы ты сгнил в тюрьме Мурай Я ведь просил не звонить мне, я занят Когда решу все дела, тогда я вернусь Мурай, ради Аллаха, откуда мне знать, когда я закончу дела? Ну все, я потом позвоню Пока Удачи Тебя мне еще не хватало Папа, с этими людьми невозможно общаться Не хватало нам ее матери Так мы еще и отца ее нашли на свою голову Да тут все понятно, дочка Он хочет стрясти побольше денег Вы думаете, им только деньги нужны? Я знаю этот тип людей Им кроме денег ничего не нужно Я знаю Человек, которого вы ни во что не ставите Родной отец Джансу Ну и что с того? Как это что с того? Он ее родной отец Он может сделать все, что угодно Он очень опасен Да у него кишка тонка Вы плохо выглядите Давайте пойдем к врачу Не надо, доченька Все нормально Я вот еще часа два посплю И буду как свежая помидорка А пойду в уборную Ладно Ешь, братец, ешь Приятного аппетита Вот ты отшил старика Посмотрим, что теперь будет Если этот дом потеряем, разобьем палатку на улице И будем жить там Где деньги, которые я тебе отправлял? Что? Я тебе отправлял деньги Где они? Купила виллу на берегу талиба Мы там не живем И я решила вложить деньги в недвижимость Отправлял какие-то гроши Да еще и отчитаться требует Я тебе отправлял деньги Не важно сколько Где они? Отвечай Говори Как, где деньги, где деньги Потратила все, нахазал Еда, одежда, карманные расходы Ты думаешь, этот дом так легко содержать? На что мы живем? Возьми и сам посчитай Разве то, что ты отправлял Можно назвать деньгами? Раз в сорок лет Двести или триста евро Да разве это деньги? Ты сам подумай Почему тогда Герсирен говорит Что ничего не получала? Ну, конечно А ты верь, Герсирен, верь Верь во все, что она говорит, брат Гроша не видела Да пусть она подавится каждым куском Которым я ее кормила И так она лжет Конечно, она лжет Именно так Она специально тебе лапшу на уши вешает И настраивает против меня Но хватит Мне уже надоело Все, хватит Хватит, говорю, Оскан Хватит Мое терпение не безграничное Добро пожаловать Проходите, пожалуйста Добро пожаловать, госпожа Диляра Это ты, Оскан Позвольте вас познакомить Мой брат, Оскан Госпожа Диляра, Оскан Поздоровайся с госпожой Дилярой Добро пожаловать У меня мало времени, Оскан Слушай меня внимательно Кажется, ты не до конца понял Зачем мы вытащили тебя из-за решетки Чтобы ты приструнил свою жену И держался подальше от нашей семьи А не для того, чтобы ты создавал проблемы нашей дочери Или, как ты думаешь, какое мне было дело до того, что ты сидишь в тюрьме в Германии Слушай Держись от Хазал подальше Если ты еще раз побеспокоишь Хазал Или попытаешься познакомиться с Джансу То со скоростью света вернешься туда, откуда пришел Ты меня понял? Я больше предупреждать не буду И не думаю, что еще раз переступлю порог этого дома Сделайте то, что должны И я оплачу услуги Ты меня понял? Я надеюсь, ты меня понял Я надеюсь Конечно Договорились, госпожа Дилера Не переживайте Вот и хорошо Я все решу Госпожа Дилера Не желаете позавтракать с нами? Ушло Ну, теперь ты понимаешь, против кого ты решил пойти, твердолобый Оскан? Госпожа Дилера Одна из самых богатых женщин этой страны А ты собрался с ней тягаться? Почему ты меня совсем не слушаешь? Эта женщина утопит тебя в стакане воды Ты и идиот Я тебе сейчас в лоб дам Но помолчи ты Хотя бы минуту У тебя сил только на меня и хватает А когда дело доходит, так сразу Идиот Привет, девочки Хотите? Я возьму Спасибо Спасибо Хазал Возьми ты Не хочу Ты такая недовольная Математик тебя отругал Не обижайся, Хазал Но учитель прав Тебе надо быть более внимательной на уроке Если будешь делать домашнее задание Будешь поусерднее Да плевать мне на вашу математику У меня своих проблем выше крыши А тут еще и это математика А что у тебя за проблемы? Проблемы дома? Наша машина Идите, я сейчас вернусь Хазал, милая Мама, что случилось? Нет, нет, все в порядке Просто хочу с тобой поговорить Сегодня ходила к вам домой Поговорила с Усканом И что? Он хочет меня вернуть А ты ему меня не отдашь? Как ты можешь думать так? Я тебя ни за что не отдам Я туда ходила просто поговорить Он больше тебя не побеспокоит Потому что понимает, что ему тогда не добровать Я ему все объяснила Господи, как же я рада И кто такой Ускан вообще? Кто он вообще такой, чтобы попытаться тебя отобрать? Ты моя дочь Не Ускан Ни Гюль Сирен Никто другой Никто не сможет тебя у меня отобрать Я не позволю им вернуть тебя в нищету В которой ты жила 15 лет Со мной ты живешь жизнью, которую заслужила по праву Мамочка, я тебя сильно люблю Спасибо тебе большое Хазал Я хочу, чтобы ты жила полноценной жизнью Я получаю удовольствие от жизни с вами Это прекрасно Все уже пошли на занятия И ты иди, не опаздывай Хорошо, мамочка Встретимся вечером Ладно В какой сумме вы нуждаетесь? Одна зарплата? Две зарплаты? Я не знаю Я ведь раньше никогда не брала аванс А на каких условиях вы выдаёте аванс? В течение шести месяцев мы высчитываем часть суммы у вас из зарплаты Очень хорошо Тогда я хочу аванс размером в одну зарплату Хорошо Тогда я предупрежу бухгалтерию, и они выдадут вам деньги Спасибо большое Не за что Только это займёт пару дней Это не так страшно Спасибо большое Алло Серпей Надо перевести аванс размером в одну зарплату на имя Гюльсерен Гюльпенер Запиши себе, пожалуйста Я знаю, что увеличение уставного капитала – дело неожиданное Но если вы посмотрели отчёт, это должны согласиться со мной Я согласен Сектор услуг растёт большими темпами, нужно воспользоваться этим Извините, мне нужно ответить Продолжайте без меня Гюльсерен, где ты? Я на работе Хотела узнать, сможем ли мы встретиться вечером? Конечно, можем Скажи, где и во сколько Решай сам Я подъеду, там решим Хорошо Ну вот ты повеселела Я в полном порядке Значит, проблема решена? Нельзя сказать, что полностью, но вечером поговорим Что-то серьёзное? Не хочу говорить по телефону, давай обсудим всё вечером Ну ладно, с тобой точно всё в порядке? В полном порядке Но думаю, завтра будет лучше Я возвращаюсь к работе, поговорим вечером Удачного тебе дня Всего доброго Хорошо, тогда до встречи Прошу прощения Господин Джихан, а вот отчёты В следующем году лучше всего сотрудничать с Китаем, Кореей и Бразилией Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Твой водитель приехал? Конечно, приехал Хазал, а я могу посмотреть машину поближе? Идёмте посмотрим Вы тоже присоединяйтесь Я никогда в жизни не садилась в такую роскошную машину Тебе всего 14 лет А вы в салоне посмотрите Супер Поехали к нам К вам? Ты серьёзно? Конечно Разве вы не хотели бы посмотреть особняк? Хотели Мы сгораем от любопытства Ну тогда поехали 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 Мне тоже хочется посмотреть Никто не будет против А кто может быть против? Моя мама? Опять ты глупости говоришь Шейда Тогда поехали Поехали А ты садись впереди Ладно Парни, поехали с нами Мы едем в особняк А что мы будем делать у тебя? Поедим, развлечёмся Но мы ведь туда не влезем Садитесь в такси И езжайте за нами Если нет денег Я сама оплачу Я пойду за кофе Кто-нибудь ещё хочет? Нет, спасибо Гюллер Что эта женщина здесь делает? Я сама не понимаю На днях они писали Во всех газетах Как о любовнице Джихана Герпинара А вчера сюда явился Её муж Странный он какой-то Её муж Не понимаю Вы о глиссирен говорите? Говори тише Она устроилась сюда По блату Кто это тебе сказал? Ну, из отдела кадров Нашему начальству Позвонили И сообщили её имя Сказали, чтобы её взяли на работу Поэтому она себя Так непринуждённо ведёт Конечно Девочки, у меня сейчас Крышу снесёт От такой красоты Красиво, правда? Что значит красиво? Это ведь бесподобно Дух захватывает Ничего себе, Домичи Нет, ты только посмотри, брат С видом на море Да уж, мы живём по-другому В Скайпе этот особняк Не такой огромный Это ведь настоящий дворец Вы ещё внутри не были Побежали Быстрей Быстрей, быстрей, быстрей Кто быстрей, кто быстрей? Добро пожаловать Бахтияр, что происходит? Даже не спрашивайте Тётушка Мины Она такая своенравная Господи Не вздумай что-либо сказать Ох уж эта девчонка Она сразу обо всём Донесёт Диляри Не вздумай ничего говорить Вот дела Смотришь телек А в рекламу Ходишь купаться Мы словно на корабле А что напротив? Район ББ Эминэ Ты её называешь Эминэ? А что мне её Махмудом называть? Слушай Отнеси это в мою комнату И приготовь нам что-нибудь поесть Ты сегодня испекла торт? Нет Тогда скажи Бахтияру Чтобы он поехал в кондитерскую И купил нам большой чизкейк Чай или кофе? Мне чай А мне кофе Принеси нам чай и кофе Молоко разогрей заранее Не приноси его холодным Если продать нашу старую квартиру То ни одной такой статуэтки не купишь Ну и продала бы Кучу денег бы заработала Не говори ерунды Зачем мне продавать вещи из дома? Ты думаешь, что я нуждаюсь в деньгах? Пойдём в твою комнату Нет Нет, мне ещё мебель не привезли Посмотрите в другой раз И в другой раз посмотрим Пойдём сейчас Не глупи Ну что, народ? У нас начинается экскурсия по дворцу Сима, будь внимательнее Вы только посмотрите на лестницу Покажи свою комнату Я не могу показать её вам Пока не привезут все мои вещи Тогда покажи другие комнаты Прошу тебя, пожалуйста Давай, давай Как-нибудь потом Мой брат пришёл Добро пожаловать, брат Это мои друзья Они пришли к нам в гости А это мой брат Озан Меня зовут Шейда Мы проголодались и собирались перекусить Может, присоединишься? Нет у меня тренировки А вам я желаю приятного аппетита Что случилось, подруга? Проходите к столу, дети У тебя симпатичный брат Она, кажется, влюбилась по уши И не говори Пойдёмте А я ведь тебя видела раньше Да, и где? В конном клубе Когда я приходила с Хазал Ты общался с друзьями И не узнал Хазал Кажется, у тебя не было прав Я не ошибаюсь? Откуда ты знаешь, что у меня нет прав? Ну, Хазал Хазал? Так это она сделала? Ничего она не делала Это она сдала меня полиции? Она не имеет к этому отношения Где ты была? В туалете Вот же Кикимара Я из-за неё чуть друга не убил Ну, как, вам нравится? Вот, возьми Этот торт заказала госпожа Что случилось? А что, этого мало? Клянусь Аллахом Я найду право на эту девчонку И не вздумай, Бахтияр Не вздумай Сестра А госпожа Диляра в курсе, что дети пришли в гости? Ведь она может сильно рассердиться Это её личное дело Может, тогда она и снимет её со своей шеи Здорово Ух ты, чизкейк Итак, я ставлю последнюю подпись Всем большое спасибо Поздравляю Спокойной ночи Поздравляю Счастливо Поздравляю Спасибо Спасибо Ну, всё Дело в шляпе Два дела Илдырым, наконец всё кончено Нет, они ведь, главное, буря не против Ну, это понятно Так они больше заработают Как думаешь, Альбер уже в курсе? Более того, стоит ожидать его визита Что? Да как он мог? Нет, как бы я узнал Чтоб ты провалился, Джихан А что случилось, Альбер? Он собрал совет директоров И? Они увеличили уставной капитал А почему он тебе этого не сказал? Альбер Ты куда, Альбер? У тебя есть номер, Гульсирен? Зачем тебе? Хочешь признаться в любви? Не зли меня Посмотри в моём телефоне У самой мозгов нет Ещё меня жить учит Алло Гульсирен, это Оскан Зачем ты мне звонишь? Ты моя жена Хватит, Оскан Не уходи никуда Я приеду за тобой Почему я должна тебя ждать? Любовь моя Я ещё не всё сказал Я ведь говорю нет Что тут непонятного? Между нами всё кончено Да как ты смеешь Дура Я убью её Клянусь, убью Ты только на словах такой смелый У тебя сил хватит Только на стул и на меня Убьёт он, видите ли Госпожа Мирель Мне надо срочно уйти Завтра я уйду позже Пожалуйста Это фото получилось лучше всех Девчонки, как вам песня? А это? Да у тебя вообще вкуса нет У меня вкуса нет? У тебя Где ты это взял? Рядом с телеком стояла Положи на место Я ведь просто взял А вдруг уронишь и разобьёшь? Дай заценить Что вы делаете? Перестаньте, с ума сошли Это же антиквариат Перестаньте Отдай Что вы делаете? Что там такое? Что вы натворили? Вы хоть понимаете, сколько она стоит? Да брось, вы ведь богатые Купите себе новую Подумаешь? Я уже пожалела, что привела вас к себе домой Ну хватит, хватит уже Голова трещит Выключить эту музыку Довольно Что вы тут делаете? Дедушка, это мои друзья А кто тебе разрешил их приводить? Здесь что, проходной двор? Никто тебе не разрешал их приводить сюда А что тут такого? Зачем вы тут бардак устроили? Посмотри, вокруг сплошной беспорядок Нет, посмотри Как вы ещё не подожгли здесь ничего? Запомни В этом доме есть правило Без разрешения тебе нельзя водить сюда друзей Ты тут не хозяйка О, Всевышний Помоги мне Папа, что происходит? Почему вы кричите? А как мне не кричать? Спроси ухозал, что происходит Я старый и больной человек Мне отдых и покой нужен У себя дома вы же не устраиваете бардак? Смотри, что наделали, а? Папа, прошу, успокойтесь Да не буду я успокаиваться Я старый и больной Понимаешь, мне нужен покой Все нервы вымотали Как тебе спать? Хазал 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 Что ты себе позволяешь? Я просто привела друзей Или я на это не имею права? Конечно, имеешь Но вначале надо спросить разрешение Если бы ты меня предупредила А Джан Су спрашивает у вас разрешение Она делает все, что пожелает Но как только дело доходит до Хазал То нельзя Хазал, ты переходишь границы Что вообще происходит в этом доме? Зачем ты сюда пришел? Джан собрал совет директоров И увеличил уставную капитал Неужели? И зачем ты пришел? Сказать, что пойдешь в суд Если я не внесу нужную для тебя сумму Иди куда хочешь Да что ты Ладно, Диляра Ну чего не скажешь в сердцах Мы еще можем все исправить Позвони Джихану Помоги ему поступить справедливо Скажи ему Чтобы он отозвал решение совета директоров Я не буду этого делать Диляра Если ты не сделаешь все, как я сказал Это закончится очень плохо Ты мне угрожаешь? Диляра Звони Джихану Не буду Я тебе уже сказал Если ты не позвонишь Это закончится очень плохо для тебя Альпер Убирайся прочь из моего дома немедленно Я даже видеть тебя не хочу Уходи Субтитры сделал DimaTorzok Альпер Альпер, что ты делаешь? Альпер Не делай глупостей Я прошу тебя Нет, Альпер, стой Альпер, не вздумай Отойди Альпер Альпер, я прошу тебя Альпер, остановись Альпер, стой Альпер Альпер Добрый вечер, сестра Слушаю вас Я ищу Гюльсерен Госпожа Гюльсерен уже ушла А она не сказала куда? Нет Но она очень сильно торопилась Ясно У меня к вам просьба Мне надо в интернет выйти А на телефоне зарядка села Если позволишь Я на пару секунд присяду Скажите, что надо И я вам помогу Ресторан Дарк Блю Дарк Блю Ресторан Спасибо Подгони мою машину Гюльсерен, где ты? Я вышла пораньше Ты еще в офисе? Я только что вышел с работы Может поужинай? Я очень голоден Хорошо, я жду тебя здесь Я скоро буду До встречи Пока Хорошо Что ты придумал, Джихан? Я с тобой разговариваю Какого черта? В чем дело? Ты немедленно всех соберешь И отзовешь свое решение Даже не надейся А я говорю, отзовешь Ничего я отменять не буду И вообще Ты должен уйти Из нашей жизни, Альбер Так и знай Ты что, сдурел? Я брат Диляры И часть богатства моя А меня это не касается Если хочешь Иди в суд Шагай Нет, ты сделай все Как я скажу Соберешь совет директоров И примешь другое решение Опусти пистолет Делай то, что я говорю, Джихан Да ты с ума сошел, Альбер А я сказал, делай Опусти пистолет Опусти пистолет Я приказываю Я сказал, опусти пистолет Я сказал, я приказываю тебе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конец одиннадцатой серии. Фильм дублирован на студии «Синематон» по заказу АО «Агентство Хабар» в 2015 году. «Синематон» по заказу АО «Агентство Хабар» в 2015 году. «Синематон» по заказу АО «Агентство Хабар» в 2015 году. «Бойка» в 2015 году. Продолжение следует...